В 7.30 утра я проснулась от того, что в мою комнату зашла толпа полицейских. Они проводили обыск по уголовному делу, возбужденному в отношении Шевченко Анастасии, проживающей в городе Ростова-на-Дави. Полицейских было человек 10, наверное. Часть из них была из Центра по противодействию экстремизму, часть была в масках, какое-то там подразделение ГРОМ. Видимо, боялись, что я буду сопротивляться. Изъяли, ну, когда зашли, они так много, что они переговаривали, сказали изымать все, что на английском языке и все, что как-то может быть связано с открытой Россией. Мы устроили полнейший разгром у меня в комнате, все перевернули. Изъяли, самое забавное, изъяли мой сертификат о прохождении курсов английского, потому что сертификат написан на английском. А курсы я проходила в России, в Казани, но он же на английском, поэтому все забрали. Забрали всю технику, у меня сейчас нет ни телефонов, ни компьютеров. Забрали всю технику у моих родственников, вплоть до навигаторов. Все это отправится в ближайшее время в Ростов. Обыск производился на основании постановления Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону. Согласно ходатайству следователя, который попросил о проведении обыска, разрешении проведения обыска в отношении меня, согласно его версии, я состою в некой преступной связи с Шевченко. В связи с чем, в принципе, обыск был разрешен. Обыск постановления датируется 18 января. После обыска мы отправились вместе с сотрудниками полиции на Карла Фукса, дом 3А. Это центр по противодействию экстремизму. Там мне задавались вопросы. По большей части вопросы касались о моей политической деятельности, о политической деятельности других активистов в республике Татарстан. Даже про ФТОЦ и Азатлыков спрашивали. Я взяла 51-ю статью. Мне на один вопрос не ответила. За исключением я рассказала им политическую программу Ксении Собчак, потому что они почему-то решили мне про нее узнать. И, естественно, я ей рассказала. В принципе, допрос длился порядка часа, полтора, наверное. И все. Как они попали к тебе домой? Я, если честно, еще пока не совсем понимаю, как они попали ко мне домой, потому что я спала, и, получается, ко мне входит в комнату отчим, и говорит, Кельза, там к тебе полиция пришла. Я говорю, ко мне? Да. Я говорю, а зачем вы их пустили? Они, говорит, с постановлением, с обыском. И, получается, все. Все, что я, как бы, в чем, ну, что-то надела на себя, спустилась к ним. И, наверное, ну, начался обыск понятых они привели с собой, с товарищеской. Это рядом с отделом полиции Вишневского. Не удивлюсь, если это какие-нибудь студенты юрфака. Вот. При них было зачитано мне постановление, и начался обыск. В принципе, обыск, он, основная часть, как бы, ну, больше всего вещей изъяли, естественно, из моей комнаты. Какие-то там документы, вот эти вот сертификаты, почетная грамота голоса за наблюдение на выборы. В принципе, вот, изъяли всю технику, все телефоны, даже старые. В принципе, вот. Как происходил сам обыск? То есть, были ли какие-то нарушения при нем? Нарушений не было, как таковых. То есть, единственное, что меня не разрешали позвонить адвокату, помотивировав это тем, что если все выльется в СМИ, то следственное действие, типа, потеряет свою магию. Вот. Но дело в том, что до того, как я вышла к сотрудникам полиции, я сообщила о том, что ко мне пришли сотрудники полиции у себя в телеграм-канале, и я так понимаю, я, так как у меня нет доступа ни к телефону, ни к интернету на данный момент, я не знаю, что, как это обсуждалось в интернете, не обсуждалось, естественно, то есть, об этом начали писать, и уже где-то спустя часа-часа-четыре обыска мне начали предъявлять, типа, откуда все знают, весь интернет говорит, что, типа, там у тебя обыск. Я говорю, я не знаю. Я говорю, вы же у Егорова еще правильно проводите. А Егорова я тоже узнала из своего же телеграм-канала. Не знаю, откуда там эта информация. Вот. Что еще? А, ну вот единственное нарушение, да, то, что мне не давали позвонить адвокату уже к концу следственных действий, когда уже составили опись, мне разрешили позвонить. Я позвонила Бадамшину Сергея, проконсультировалась с ним о дальнейших своих действиях и текущих действиях. Вот, в принципе, и все. А о том, что происходит сейчас с Дмитрием Егоровым, ты не знаешь? Я, к сожалению, не знаю. Да, у меня нет никакой с ним связи. Я надеюсь, что в ближайший час я смогу восстановить хоть какую-то связь с внешним миром. И, безусловно, я первым делом свяжу с Егоровым и с другими активистами, в отношении которых, как я узнала, уже сейчас проходят обыски, узнать их судьбу в том числе. Есть ли какая-то вероятность, что ваш статус в качестве свидетеля по делу Анастасии Шевченко может прирасти в статус обвиняемого или подозреваемого? Я не думаю, что дело в отношении меня может перерасти, ну, то, что я прохожу по делу свидетеля, может как-то перерасти в дело, что я могу поменять свой статус на обвиняемого. По этой причине, что вменяемая Шевченко статья, она применима только после привлечения к ответственности более двух раз по статье 2033. Пока у меня одна эта статья, но при нашей милой беседе с сотрудниками полиции уже на допросе, они сказали, что такие дела идут по накатанной, много времени это не займет. Видимо, чтобы я булки не расслабляла.